Вот в Госдепартаменте США называют расстрел на камеру российского пилота самозащитой. Подробности у Александра Христенко. Версия Турции не выдерживает критики даже главного союзника по НАТО, США. Источник в Вашингтоне сообщил Reuters, что российский Су-24 после кратковременного захода в турецкое воздушное пространство был сбит в небе над Сирией, а не Турцией, как утверждает Анкара. Это стало ясно после анализа теплового следа бомбардировщика. Выводы американцев таким образом идут в разрез с заявлениями и Турции, и Альянса НАТО, который выступил на стороне Анкары. Генсек НАТО сделал определенные заявления совсем недавно, но мы пока собираем информацию. Конечно, США и НАТО поддерживают право Турции защищать свое воздушное пространство и суверенитет. Я также могу вам подтвердить, что американские военные в этом инциденте не участвовали. В Госдепартаменте, в свою очередь, попытались оправдать боевиков, стрелявших по катапультировавшимся летчикам. Вопрос «И это Ваша умеренная оппозиция?» застал врасплох. Сирийские туркмены, которых поддерживает Турция, воюют против сирийского правительства. Они часть повстанцев. Вы их рассматриваете как умеренных оппозиционеров? Если этих туркменов атаковали русские, они имели право защищать себя. И они имели право стрелять полетчикам на парашютах? У нас нет четкого представления того, что там произошло, окей? Мы стараемся все выяснить. Журналисты заодно хотели выяснить, откуда у боевиков американское оружие. Марк, там подбили еще вертолеты. Судя по видео, повстанцы использовали противотанковые ракеты ТОУ, которые поставляет Америка. Какая связь между США и этой группой? Как это оружие попало в их руки? Есть много способов. Мы поставляли их некоторым сирийцам, которые воюют с ИГИЛ на севере Турции. Вы осуждаете использование этого оружия, скажем, против российского вертолета, как может быть в этом случае? Послушайте, там очень сложная обстановка, и я уже говорил много раз. И она еще больше осложняется тем, что Россия поддерживает режим Асада, наносит удары не по ИГИЛ, как говорит, а по умеренной оппозиции. Представитель госдепа Тонер явно повторял за Обамой, который сделал заявление после переговоров с французским президентом Оландом. Жесткой критики в отношении Турции и члена НАТО на пресс-конференции предсказуемо не прозвучало. Однако Анкара упоминалась в другом контексте. Граница Турции и Сирии должна быть закрыта. Сейчас она прозрачна для террористов ИГИЛ. Турция, сбив российский самолет, совершила очень серьезную ошибку, заявил Fox News генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника штаба ВВС США Том Макиннери. Турки могли предупреждать, что самолет приближается к турецкой территории, но даже если и предупреждали, послушайте, я был командующим воздушно-космической обороны Северной Америки на Аляске. За четыре с половиной года я наблюдал, пожалуй, наибольшее число откровенных нарушений нашего воздушного пространства. И мы бы никогда ничего подобного не сделали. Этот российский бомбардировщик не совершал никаких атакующих маневров. Может, он и действовал на грани, но из-за этого самолеты не сбивают. Все происшедшее, считает генерал-лейтенант, провокация. Анкара пытается столкнуть Россию и НАТО. Я думаю, что это может быть намеренной провокацией со стороны турецкого президента Эрдогана. Турция – это светская страна, а Эрдоган толкает свою страну в сторону радикального ислама с законами шариата. И он не против увидеть, как Россия и НАТО столкнутся в еще одном конфликте, как на Украине. Это то, что нам совершенно не нужно. Турция предприняла агрессивные действия как раз в тот момент, когда Москва, Вашингтон и Париж пытаются найти общий подход к решению сирийского кризиса.